Учителю развилковской школы Натальи Киямовой каждый день приходится ездить в Москву. Там живут ее дети и внуки. Затраты на поездки внушительные, поэтому 1 сентября женщина ждет с несерпением, ведь проезд для нее станет бесплатным. Я добираюсь на метро, троллейбус, автобус, туда и обратно, и у меня получается достаточно хорошая сумма. А это очень удобно для пенсионеров. Чтобы не терять времени, она уже сегодня решила посетить соцзащиту Ленинского района и перекодировать свою социальную карту. Дабы не создавать большие очереди в первые дни сентября, когда льгота начнет действовать, перекодировать социальную карту можно уже сейчас в Управлении социальной защиты населения. Процесс простой и быстрый. Достаточно лишь приложить к специальному считывающему устройству карту, и через пару секунд на экране появляется надпись об успешно проведенной операции. За несколько дней работы этой услуги ей успели воспользоваться около ста человек. Перекодировка очень удобная. Это большая для нас помощь. Чтобы потом не было очереди больших, а то будет очередь нам стоять. Всего под новую льготу попадают около 13 тысяч жителей Ленинского района. Это пенсионеры старше 60 лет. Осуществление программы стало возможным благодаря инициативе губернатора Московской области, которую поддержала областная дума, и в короткие сроки закон был принят. Важно, что пользоваться картой в московском транспорте будет возможно исключительно с 1 сентября. Если вдруг граждане попробуют сделать это заранее, то очень велика возможность блокирования такой карты оборудованием города Москва. То есть очень-очень не советуем этого делать. То есть дождаться все-таки 1 сентября. В районном отделении социальной защиты воспользоваться услугой можно ежедневно с 8 утра и до 20 часов вечера. Также картридер для перекодировки карт установлен в Москве на площади трех вокзалов. А в сентябре такой аппарат планируют поставить в Ленинском районном многофункциональном центре. Юлия Погосян, Николай Карабанов, Елена Кошелева, ВиднетВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова